Теперь давайте тем же самым методом, при помощи последовательного штурма, разберемся с многочленом третьей степени. Господа, только единственное, когда у вас есть любой многочлен AX куб плюс BX квадрат плюс CX плюс D, то смотрите, для того, чтобы у меня формулы были полегче, потому что даже на второй степени, как видите, все-таки некоторые длинные вычисления, давайте я сразу сделаю следующее. Во-первых, я на это A разделю, потому что все равно количество корней не зависит от этого. И получу тогда такой метод, AX куб плюс X квадрат плюс X плюс гамма. А во-вторых, я сделаю вот такую штуку. Я заменю X на новую переменную. Y минус A разделить на 2. Объясняю, почему это будет здорово. Потому что тогда у меня будет так вот. Y минус А разделить на 3. Плюс А умножить на Y минус А разделить на 3 в квадрате. Бета умножить на Y минус А на 3 плюс гамма. И если я раскрою скобки, то смотрите, что будет. Здесь будет Y, Q. Так, тройное произведение Y в квадрате А разделить на 3. Это будет просто-напросто минус А у квадрат. Потом пойдет что-то с первой степенью. То есть, потом пойдет на самом деле 1 третья А в квадрате А в кубер разделить на 27. Это еще не важно. Это уже меньшая степень. Важно, что дальше пойдет А у квадрат вот отсюда. А потом все, что будет, это будет меньшая степень Y. И значит, А у квадрат и минус А у квадрат уничтожатся. И получится многочлен, у которого есть Y в третьей степени, Y в первой степени и свободный член. Значит, я имею право при помощи такой замены переменной иметь дело только вот с таким многочленом. И вот это, если я буду знать все о таком многочлене, то с точностью до переобозначения, до замены переменных, я буду все знать и о любом многочлене третьей степени. Выпишем для этого многочлена последователь штука. Что такое F' от Y? Это 3Y в квадрат плюс P. 3Y в квадрат плюс P. Замечательно. Теперь нужно разделить с остатком. К сожалению, тут ничего не поделаешь, придется делить. И взять этот остаток со знаком минусы. Y куб плюс PY плюс куб делим на 3Y в квадрат плюс P. Надо взять Y разделить на 3. Y разделить на 3, значит, будет Y куб плюс P третьих Y. Вычитая, получаем 2 третьих PY плюс Q. Стоп, так это и есть остаток? Потому что здесь Y в квадрате, а здесь Y в первой, значит, это и есть остаток. Но с минусом это будет минус 2 третьих. Минус 2 третьих мы должны найти остаток отделения F' на G второе. Когда мы сегодня доказывали теорию в безу, на самом деле у нас это уже было. Как находить остаток отделения многочлена на многочлен первой степени? То есть, надо найти корень вот этого многочлена, то есть, так пишем, 2 третьих PY равняется минус 2. Значит, Y это минус 3Q разделить на 2P. И посчитать значение вот этого многочлена в этой точке. Ну и, как положено, взять минус 2. Как положено, что? То есть, G третья от Y это взятая со знаком минус. Следующая величина. Надо туда подставлять. Это будет 3 умножить на 9Q квадрат разделить на 4P квадрат плюс P. Так. Взятая со знаком минус. Такая штука. Давайте еще к общему знаменателю приведу. Значит, это будет знаменателе 4P квадрат, знак минус, никуда не делся, как-то перед рукой стоит, 4P в кубе плюс 27 в кубе квадрат. Победа. Я выпис полностью последовательность штурма. И я должен сделать простую штуку. Я должен все-таки ответить на вопрос, сколько же корней у кубического рождения. Так, кстати, заметьте, вообще-то можно ведь на каждом отрезке выяснить. То есть, совершенно не обязательно смотреть от минус бесконечности до плюс бесконечности. Но мы сейчас посмотрим опять все просто. Вот. Минус бесконечности и плюс бесконечности. На минус бесконечности функция, это, конечно, отрицательная. Производная, конечно, положительная. А вот здесь вот такая ситуация. Знаете, минус на минус дает плюс. Поэтому это будет то же самое, что знак величины П. А вот это число, что такое? А это число, это будет взятое со знаком минус, минус знак вот этой величины 4П в кубе плюс 27у в квадрате. В общем, она может быть разной. Хорошо. А теперь натрусь бесконечности. Здесь будет плюс. Здесь будет плюс. Здесь будет что? Здесь будет минус знак величины П. Ну и здесь будет по-прежнему то же самое. Минус знак величины. Давайте, собственно говоря, разбираться. Первый случай. Представьте себе, что число П положительное. В таком случае на самом деле вообще все понятно. Если число П положительное, то у нас речь идет о том, что минус, плюс, плюс, минус. Когда П положительное, то это положительное. То есть я думаю, что минус, плюс, плюс, минус. Сколько здесь перемен знак? Две перемены знака. Отлично. А здесь когда положительное? Плюс, плюс, минус, минус. А сколько здесь перемен знака? Одна. сколько корней у многочлена если на минус бесконечности две перемены знака на плюс бесконечности один потому что мы подсчитываем количество потерянных перемен вот между прочим господа никакая дело в том что если вы больше 0 то тогда вот этот многочлен это просто-напросто сумма двух монотонно возрастающих функций а когда у вас функция монотонно возрастает при очень больших по модуле отрицательное число будет сильно отрицательное число при больших положительное конечно на любом уровне будет ровно одна точка так что когда ты больше нуля ну конечно хорошо что у нас наука подтвердила то что мы и так знаем но вообще-то как бы мы это и так знаем а вот если бы меньше если бы меньше я все становится интереснее потому что смотрите тогда минус плюс что минус и вот этот вот знак который может быть раз давайте вот я вот это обозначу и так минус просто хорошо а здесь я повторю если п число отрицательное плюс-плюс-плюс-плюс так давайте выпишем оба варианта. Если t положительное, тогда минус, плюс, минус, плюс, а здесь плюс, 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 плюс. Сколько перемен знака было? 3. Сколько перемен знака? Множить. Значит, если выполнено неравенство 27q в квадрате больше, чем минус 4b в кубе, то у многочлена мин корня. Другая ситуация. Если t меньше нуля, тогда минус, плюс, минус, минус превращается в плюс, 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 минус. Здесь были две переменные знака, здесь одна переменная знака. Одна потеряна, соответственно, будет один корень. Значит, если 27q в квадрате, наоборот, меньше, чем минус 4b в кубе, то в таком случае один корень. Ребята, мы полностью, что называется, исследовали кубическое уравнение. Давайте, конечно, это может было и проще сделать. Давайте я нарисую картинку. Если пейдж слово отрицательное, то график выглядит примерно вот таким вот образом. И вот это сниличные штуки, здесь вот в ноль, да? И, естественно, когда вы проводите горизонтальные прямые, то при некоторых значениях q, если q довольно большое по величине, пересечений не будет. И вот здесь вот снизу тоже, то есть будет только одно пересечение, а вот с этим пересечений не будет. А при не очень больших q будет 3 пересечения. Ну и, собственно, вот здесь вот будет ровно 2, да? Это не соответствует. Если у меня это самое q большое, то должен быть один корень. А если у меня q маленькая, то корней должно быть 3. Что называется, вот в другом не бывает. Да, я вот этот минус забыл. Согласны, да? Да. Я забыл вот этот минус. В общем, ребята, что это все хорошо, с точки зрения наоборот. Здесь надо поставить так, а вот здесь надо поставить так.